Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу познакомить вас с занимательными фактами. Это программа Фрэш Новости, и мы начинаем. Сегодня на территории Гомельщина ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер будет западного направления скоростью до 9 метров в секунду. Итальянские эксперты пришли к выводу, что похудение избавляет от мигрени, а также уменьшает риск диабета, инсульта, вирусных и сердечных заболеваний. Исследования показали, пациенты, которые страдали избыточным весом и жаловались на головную боль, забывали о ней, как только приводили фигуру в порядок. Ученые проанализировали результаты десятка исследований с участием около 500 добровольцев. Полученные данные позволили связать навязчивые головные боли с избыточной массой тела. Для повышения качества жизни ученые посоветовали поддерживать оптимальную массу тела. А спорт в этом деле – основной помощник. И в сегодняшнем выпуске наш фитнес-инструктор познакомит вас с очередным упражнением для укрепления организма. Всем привет! Меня зовут Юлия. Я являюсь инструктором фитнес-фим-центра. И сегодня я вам покажу, как правильно выполнять выпады с гантелями. Итак, исходное положение. Спина прямая. Лопатки сведены назад, руки опущены вдоль корпуса. Делаем шаг вперед. Опускаемся до параллели с полом. Колено правой ноги не выходит за носок. Задние ноги держим угол 90 градусов. И на выдохе поднимаемся наверх. Данное упражнение хорошо прорабатывает как переднюю, так и заднюю поверхность бедра, а также включает ягодицы. Белстат назвал самые посещаемые театры страны в топ-6 по три представителя столицы и регионов. На первом месте Большой театр оперы и балета. На втором Белорусский государственный академический музыкальный театр. На третьем Гродненский областной театр кукол. Четвертое место у Гомельского облдрамтеатра. В целом за минувший год театры Беларуси посетили 1 миллион 780 тысяч зрителей. Первый фестиваль уличных музыкантов планируется провести в Бресте в честь тысячелетия города. Форум предлагают организовать в середине мая на Брестском грибном канале. Это место у пирса, где проходит торжественное открытие различных соревнований. Зрители будут наблюдать участников как в амфитеатре. Сейчас идет прием заявок от уличных музыкантов. Всем любителям музыки предлагается придумать название фестивалю. В Гомеле проводится профилактическая акция под названием «Фликер вместо проездного». Во время акции учащиеся с 1 по 4 классы при предъявлении водителю маршрутного такси «Фликера» будут ездить бесплатно. Мероприятие проводится с целью популяризации использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей 4 апреля откроется выставка «Гомельский парк». На ней будет представлена коллекция произведений, живописи и графики. Основное место займут панорамные пейзажи Казаченко, Звиногродского, Казакевича, Егорова и Гайлевича, созданная во второй половине прошлого столетия. Также 5 апреля откроется выставка живописи «Песня Жаворонка» заслуженного деятеля искусств Беларуси Роберта Ландарского. В экспозиции посетители смогут увидеть более 80 произведений автора. В основном это пейзажи, живописные места гомельской земли, малой родины художника. Отдельным блоком будут представлены сюжетные работы, раскрывающие тему Великой Отечественной войны. С наступлением весны просыпается природа, а вместе с ней и клещи. Опасный сезон длится с марта по октябрь. Клещ начинает пробуждаться при среднедневной температуре от 3 до 5 градусов, а при температуре 15 градусов он становится максимально активным. В текущем году по поводу укуса клещей за медицинской помощью уже обратилось несколько человек. Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут заразить человека клещевым энцефалитом, болезнью лайма и другими инфекционными заболеваниями. При посещении зеленых зон необходимо передвигаться по центру тропинок, не касаясь травы. Также необходимо одеваться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду. Если клещ присосался, его нужно немедленно удалить в организации здравоохранения. Вопрос времени крайне важен для человека. Необходимо помнить, что профилактическое лечение наиболее эффективно в течение трех суток после укуса. Юные гомельчане продолжают штурмовать творческие вершины. Мультфильм «Легенда о Гомеле» – это рисованный рассказ о том, как на берегу реки Сож некогда появился наш город. Такую небольшую историю о своей малой родине описали учащиеся областного дворца творчества. И она получила высшую оценку. Мультфильм стал победителем пятого республиканского осмотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!». В хронометрические рамки конкурса учащиеся объединения «Мир красок» под руководством педагога Елены Левченко кратко вписали истории ключевых архитектурных объектов областного центра. Среди них самое знаменитое сооружение – дворец Румянцевых Паскевичей. Памятник архитектуры XVIII-XIX веков – это одна из главных достопримечательностей нашего города. Драматический театр, который работает с 1954 года. В Центральном парке есть знаменитое культовое сооружение Петропавловский собор. Британские ученые решили узнать реакцию женского организма на жареную пищу. В эксперименте приняло участие более 100 тысяч дам в возрасте от 50 до 79 лет. Паранализировав медицинские карты и листы питания добровольцев, ученые удостоверились – жареная пища, насыщенная солью и жиром, повышает риск преждевременной смерти. Исследование показало – несколько порций жареной курицы в день усиливает возможность смертельного исхода на 13%, а риск развития недугов сердечно-сосудистой системы – на 12%. В сентябре в немецком аэрокосмическом центре в Кёльне начнется необычный эксперимент. Руководство космического агентства НАСА ищет желающих заработать более 18 тысяч долларов, не вставая с кровати. Компания разместила вакансию для здоровых женщин в возрасте от 24 до 55 лет для испытания воздействия состояния невесомости на человеческий организм. В общей сложности эксперимент займет 89 дней. Большинство рабочего времени соискательницам предстоит провести в лежачем положении. Принимать душ и питаться тоже придется, не вставая с постели. Кроме продолжительного лежания требуется соблюдать диету и ежедневно полчаса крутиться в центрифуге с искусственной гравитацией. Сегодня вечером смотрите очередной выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Включайте телеканал «Беларусь-4, Гомель» в 20.25, телефон в студии 34-22.43. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и подключайтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. Это были Фрэш-Новости. Для вас и готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...